Субтитры делал DimaTorzok О Екатеринбурге для внутреннего туриста О Екатеринбурге туристическом, но для горожанина Не для человека, который приезжает к нам и хочет познакомиться А для человека, который здесь родился и хочет узнать родной город с новой, неожиданной стороны Ну, вот, в общем, про такой вид досуга, про такую форму досуга будем сегодня говорить с нашими гостями У нас в студии Александр Зиновьев, организатор тематических экскурсий Архитектурных, исторических, культурных Здравствуйте! Здравствуйте! Алексей Прибылов, организатор городских квестов, тех самых ночных дозоров популярных Здравствуйте! Нина Тропина, директор турфирмы Самые настоящие, как мы здесь уже шутили, директор настоящей турфирмы И Наталья Осадчикова, куратор проектов «Красной линии» Всем известного маршрута Александр, вам первый вопрос У вас, ну, вот, все это было на чистом энтузиазме Такая частная инициатива Она вообще вот откуда? Вам просто нечем было заняться в какой-то очередной уикенд И вы придумали, а покопаюсь-ка я в архивах, пошукаю информацию в интернете И заставлю свой маршрут туристический? Или как это было? Ну, да, скорее всего так, потому что мне эта тема интересна Мне интересно это развивать, интересно в этом копаться, интересно этим делиться По поводу приезжих, неприезжих, слава хочется вставить Екатеринбург, это уникальный миллионник Где 50% приезжих? Да, на начало 20 века у нас было население меньше 100 тысяч На конец 20 века больше миллиона То есть, в принципе, у нас очень мало людей, которые там во втором, в третьем, в четвертом, в пятом поколении Да, это не Москва, которая миллионником стала еще в 19 веке Поэтому, в принципе, люди слабо знают город, даже те, кому там лет 70 Потому что они только вот там переехали Да, то есть, именно такого коренного населения Екатеринбурга его мало Поэтому всегда можно человеку показать город необычно Потому что, ну, на самом деле, шире, дальше, глубже копнуть человек уже не знает Мы живем такими этими заводскими райончиками Там Уралмаш, Ульмаш, ВИЗ, там, сортировочка, хоп-хоп Там центр, за пределы центра вышли из района в район Уже другой город, уже потерялись, уже необычно, уже интересно А ваши маршруты, они вот как строятся? Они не райончик, Химаш, сортировочка, хоп-хоп, а как? Они, вот как ваша линия? Нет, ну, у меня нету линии То есть, я стараюсь в основном исторически, да, это когда Город-завод, часть, когда город был заводом Город купеческий и, там, город индустриальный со временем То есть, у нас есть три точки, там, исторически, это у нас плотинка Когда все вертелось вокруг завода Купеческий, это, там, центр, горный университет Ну, когда уже, там, вырос И, с чего начался промышленный Урал Ну, это все то же самое, что здесь, ну, вот есть Нет, ну, это далеко за пределами центра То есть, центр, это только, как бы, такая одна точка Дальше можно за центр выходить спокойно То есть, та же самая сортировка, которая самая большая в стране сортировочная станция Одна из самых больших в мире Ты иногородних, и даже своих, там, привозишь, показываешь Ну, такая огромная железная река А почему ты стал сам составлять маршрут, когда есть готовые Ну, вот, можно было к ней не обратиться и прокатиться уже У вас наверняка есть, вот, все то же самое Город-завод, Екатеринбург-Купеческий Екатеринбург-Купеческий у нас есть 2005 года мы ее даже отестовали Но дело в том, что у нас замкнутое кольцо экскурсионное У нас на трамвае мы откатываем восьмерку И, знаете, на этой восьмерке у нас 8 экскурсий разных тематических Поэтому людям, которые... То есть, на одном маршруте, вот, в общем... На одном маршруте, на тех же объектах Мы говорим абсолютно разные темы Вроде бы ничего нового нет, но надо подать именно так О том камне, который там лежит, рассказать так, чтобы было интересно разновозрастным жителям нашего города Ну, вот так, если по названиям восемь маршрутов, это что там есть? Это Екатеринбург-Купеческий, это Екатеринбург-Космический, это от звезды до звезды Есть по профессиям экскурсия, есть Екатеринбург по-немецки Ну, сейчас уже не вспомню, сколько... Ну, вот как-то по-немецки, купечески, это все понятно, что значит космический? Космический, это значит 12 апреля Так Наш город связан с производством космоса То есть, у нас есть очень много научно-производственных институтов, которые работают на освоение космического пространства На строительство космических этих... Ракет Ракет, да, которые недавно, вот так скажем, не очень удачно взлетели Ну, и на освоение мирового океана Так что наш город в плане производства этого всего, в плане освоения имеет напрямую отношение к космосу Поэтому День космонавтики мы празднуем И вы знаете, раз на разных уровнях... Ну, здесь было бы интереснее, наверное, какую-то тогда экскурсию на предприятие, нежели вот так на трамвае на скорости 40 км в час пространства Катиться и показать И для себя организовать и, значит, в свои ворота пустить, кого он захочет Мы, как организаторы экскурсии, мы как раз проводим по маршруту То есть, еще раз говорю, по одному и тому же маршруту, по одной и той же восьмерке На одном и том же трамвае говорим абсолютно разные вещи То есть, здесь искусство, конечно, экскурсовода и искусство самой фирмы Так построить экскурсию, такие объекты показать На такие экскурсии обратить внимание во время экскурсии Что было интересно разному возрасту Это и от 5 лет, и от 85 лет Понятно Алексей, а у вас как выстраиваются маршруты ваших игр? Есть какая-то, ну, вот такая условная экскурсионная составляющая Ну, чтобы не просто поиграть и разрешить сложную задачку решить квест А еще чего-нибудь узнать про город Открыть вот что-то новое в Екатеринбурге Ну, конечно, есть То есть, мы заранее подготавливаем тематику игры Разрабатываем маршрут Прорабатываем объекты И после этого, соответственно, уже запускаем эту игру Для непосредственных участников Соответственно, есть и описательная часть этих объектов Потому что в игре чаще всего используются какие-то исторические места города Которые могут быть уже заброшены Которые восстанавливаются И, соответственно, точки чаще всего в нашей игре находятся именно на этих объектах И, соответственно, описательная часть даже просто может быть А какие объекты? Вот тогда давайте конкретно Какие объекты интересны участникам городских квестов? Такие объекты интересны чаще всего Это, конечно, какие-то разрушенные здания Какие-то недостроенные объекты Подземные реки Пользуются спросом, да Ну, то есть то, куда нормальный человек обычно в своей жизни старается не заходить И обходить эти места подальше Ко всему прочему, то, что эта игра все-таки начинает Это добавляет определенного драйва Потому что в эти места надо заходить еще и с фонариком Соответственно, ограниченное поле зрения, видимость Поэтому, в общем-то, именно это и заставляет участников продолжать играть в дозор Потому что это, помимо того, что ты сталкиваешься с чем-то неизведанным нашего города Помимо этого, ты, соответственно, еще и сталкиваешься А по подземным рекам вы где ходите? Вот прям где-то под Екатеринбургом Можно по Екатеринбургу ходить по подземным рекам? Конечно, конечно А задайте, пожалуйста, адреса пароль и явки Ну, хотя бы где ворота? Так, потом туда пойдут паломники Вообще не все реки просто у нас закрыты Эти подземные И буквально, если пройтись до реки городского пруда, мы можем увидеть вот эти входы в набережных Практически все эти входы, если туда попасть, они ведут в подземные реки Причем эти реки идут достаточно далеко И там, где мы ходили, до конца никто еще не доходил, соответственно То есть мы не знали, где она заканчивается Вполне вероятно, что можно где-то выйти вообще из города по ней Так, а заходите-то все-таки где? Центр, центр города Центр города, да? Да, центр города Пруд, мост на Челюскинцев, где вот эти входы? Между мостом на Челюскинцев, между мостом на Ленина Там как раз вот есть такие входы в набережные Они абсолютно открыты, свободны, иди гуляй, попадя на реках Да, мы обычно все равно играем там, где это все открыто То есть мы не ломаем объекты для того, чтобы попасть на какую-либо точку Зрители подключились к обсуждению Пожалуйста, если у вас есть свои любимые места и объекты в Екатеринбурге Может быть, есть какие-то пожелания для экскурсоводов и для энтузиастов Вот составить какой-то свой маршрут Вы нам, пожалуйста, пишите, рассказывайте Зрители пишут Путешествие таракана вокруг стакана Вокруг храма, наверное, ходит, пишет нам Поле Степное Вот, когда вы рассказывали про маршруты Скажите, что вы Вряд ли Город достаточно большой, там не надо ходить вокруг одной точки И там показывать одно и то же Природа ничуть не уникальная, пишет нам Зинаида Дашкова Алтай, Карелия куда как круче, а у нас еще и клещи кругом Ну, Алтай они тоже есть Про красную линию расскажите, пожалуйста Вот, ну, это, зачем вы ее нарисовали, когда, ну, в общем-то, все и так знают Про площадь пятого года, про дом актера и про водонапорную башню И Татищеву с Дегениным Давайте начнем с того, что эта красная линия, она зародилась на просторах интернета в 2010 году То есть блогеры начали обсуждать На тот момент в городе очень активно всеми и СМИ Дмитрий Риколаев был, по-моему, первым в ЖЖ у себя закинул Там не совсем Дмитрий, вот он немножко говорит по-другому Я лично от него слышала, что блогеры к нему обратились Он на тот момент был советником министра экономики Свердловской области К нему обратились, вот, Дмитрий вы бывали много где А у нас вот даже привлечь не к чему город И в основном-то город, говорят, грязный, расстрельная семья Больше ничего не говорят, по сути дела Давайте как-то поднимать статус города Хотя бы начнем привлекать к исторической части наших горожан и наших туристов И возникла идея нарисовать линию, которая бы объединила себе историческую архитектурную ценность центра города Которая позволила бы пройти по замкнутой линии любому человеку, который приехал в город на 2-3 часа То есть он прошел, познакомился с объектами, не заходя ни в какой музей, и снаружи посмотрел То есть это все-таки для гостей? Это не для нас с вами, а взятие выходных в гости? Вы знаете, Оксана, я бы не стала так говорить Потому что привлечь горожан к центру города Потому что правильно говорят, что ведь многие ничего не знают про центр города Кто знает, что есть капсула времени в центре города? Ну вот не каждый горожанин далеко знает Насколько она интересна вообще, капсула времени? Меня тоже всегда это интересует Вы знаете, на самом деле, как сказать? Ну интересно А кому? Водили школьников, например, им очень интересно Думаете? Я уверена в этом Я при этом присутствовала Да, еще часто возникает вопрос, когда будем ее вскрывать Вот интересно вскрыть и почитать, наверное Да, да, да Тем более это интересно просто в разрезе того, что это просто из другого поколения, по сути, запись какая-то идет А еще ведь мы отмечаем день рождения города три раза Да? Поэтому в какой день мы будем скрывать капсулы? Но вы уже конкретно к объекту красавица Я просто рассказывала в целом Вопрос этот задает Об этом Об этом Нет, вот просто я к чему задал вопрос То, что мне вот как раз интересно А зрители говорят, нет уже капсулы Вот ее уже скрыли Скрыли, пока мы тут сидели Потому что в воду была Какие объекты могут быть интересны местным жителям? Вот о чем и речь-то То есть вот мне, как Екатеринбуржцу, да Я мало что вижу интересного Для того, чтобы куда-то сводить людей Единственное место, мы правильно говорим, это гайняная яма, которая всем уже, в общем-то, надоела В храм на крови, ну, что смотреть Музей музеем, по сути, да Если вот так серьезно Можно я приведу аргумент? Давайте оба еще одного участника разговора по прессу, виртуального Рита Хасунова у нас есть на связи Рита, экскурсовод, автор собственных маршрутов туристических по Екатеринбургу Рита, здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте, добрый вечер, Астана Добрый вечер, уважаемые участники, слушатели Я вас приветствую И мы вас приветствуем, Рита Я знаю, что у вас, как минимум, два своих собственных разработанных туристических маршрута есть по нашему городу Расскажите, в чем фишка, в чем уникальность ваших маршрутов? Уникальность маршрута в том, что я свой маршрут экскурсионный, включая те объекты, которые не являются предметом показа во время традиционных стандартных обзорных экскурсий Один из таких маршрутов – 7 чудес столицы Урала Когда мы показываем те объекты, которые по-своему уникальны, оригинальны, но, опять же, не всегда есть возможность их показать во время обзорки А именно, расскажите про чудеса света А то мы ходим рядом, кто-то, может быть, живет даже по соседству и не знает Конечно же, мы рядом ходим Ну, например, уникальный памятник природы Чартаевских каменной палатки Даже не все жители города об этом знают Например, у нас в городе Екатеринбурге в Крымейском музее есть знаменитые шигирские иглы, которые по возрасту намного старше египетских керамид И так далее Ну, для того, чтобы узнать все эти чудеса, нужно прийти на экскурсии Можно пешком, можно на автомобиле, можно на автобусе И многие горожане... Понятно Вы, как истинный экскурсовод, закинули нам интригу, рассказали про самые очевидные вещи Да, конечно Понятно А еще один маршрут о чем? Один маршрут – это, возможно, горожане тоже не все об этом подозревают Есть так называемая тропа Старика Букашкина Это художник, можно сказать, он хотя бы не был профессионалом Жил среди нас в городе Екатеринбурге, если быть корректнее, в городе Сверхловский И разрисовал такие необычные места То есть там, где город был серым, унылым И оставил живописные яркие картинки Есть общество, которое называется в картине И они каждый год, как минимум один раз в год, обновляют рисунки, которые расположены во дворе на Ленина 5 В этом году я сама ходила, брала краски, кисточки и разрисовывала рисунки живописца Малахина Или в народе его называли просто Старик Букашкин Рейт замечательно, а есть спрос на вот эти маршруты ваши? Кто ходит? Как часто? Или это вот такая отдушина? Они где-то у вас в перечне ваших маршрутов лежат, но не часто пользуются спросом? Как происходит? К сожалению, не так часто это пользуется спросом Это на самом деле, это были мои, скажем, действительно, как вы правильно сказали, отдушина Если появится неравнодушный житель города Екатеринбурга, я буду рада пройти по этим маршрутам с ними Ну, бывает, конечно, я не скажу, что совсем не спроса Но спрос не очень-то высокий Возможно, горожане об этом не подозревают И поэтому, когда к ним приезжают гости, они берут стандартные три маршрута Европа, Азия, Ганильяма, Храм на крови, все И на этом ограничиваются Они просто об этом не подозревают Понятно, спасибо вам большое Когда к вам приезжают гости, Саша, вы куда ведете их? В первую очередь на Высоцкие Высоцкие, это сейчас вот акциональная тема Потому что даже те, кто у меня знакомы, были в Нью-Йорке, на Небоскрабах В Нью-Йорке ты все равно выходишь, и там город-город до горизонта Здесь ты вышел, и тут город и лес То есть у нас же там уникально, у нас самый компактный миллионник страны По плотности населения, мы как китайские города То есть как бы миллион человек, и на таком маленьком квадрате Если сравнивать с Перми в Челябинском, по площади меньше А по населению сопоставимы даже больше Поэтому заходишь на Высоцкие и показываешь, вот там горизонт, там лес А вон лес А город здесь, и видно сразу город таким, ну, размытым кругляшком И весь город на ладони у тебя прямо видно И оттуда уже выбираешь точки с людьми, куда они хотят сходить После Высоцкого, ну, какие-то есть варианты для друзей, приехавших Однозначный трамвай Потому что в других городах нет такого экскурсионного трамвая Мы в России практически единственный трамвай экскурсионный, который стоит на пути и ждет своих экскурсантов Очень пользуются спросом среди наших школьников, особенно среди студентов Среди, как ни странно, пенсионеров Пользуются, ну и в последнее время стали проводить корпоративы в трамвае Такие же дни рождения, видимо, народ уже насытился за границей И решил смотреть Зрители нам пишут, Андрей Злоказов пишут Некоторые жители Екатеринбурга не знают, что есть памятник клавиатуры Кстати, Рита Бенцировна показывает Это один из семи Семи чудес света А, ну вот, интриги все меньше На самом деле, автор называет его памятник клави Как мы выяснили недавно у Андрея Вяткина Клавиатуры это уже как бы пытались Литуре в более культурном изложении Андрей Злоказов это представитель Красной Линии Екатеринбурга Понятно, трамвай Высоцкий, памятник клави Что еще, какие еще места нравятся екатеринбуржцам Какие места они с удовольствием и с гордостью показывают приезжающим гостям Узнавала Настя Матвиенко Мы сейчас посмотрим опросы и продолжим разговор Добрый день, у нас традиционно опросы терки И как обычно мы собираем мнение горожан В Екатеринбурге немало красивых мест Но почему-то первое, что приходит на ум, это храм на крови и плотинка Евгений, а по каким местам совершили бы вы экскурсию? Парк Маяковского Центр Ну и плотинка, конечно Ну а давайте спросим у других горожан Какие интересные места знают они? Ну куда? На плотинку, храм на крови Где еще? Музей У нас очень хорошие музеи, можно по музеям сводить обязательно Вот, ну что еще такого показать? Самое главное, театры Музей изобразительных искусств Обязательно Оперный театр Обязательно Музей фотографии, филармонию Пауктусы Сосновый бор там В районе Кольцово Мне очень нравится улица Чапаева Там старинная архитектура И мне кажется, она отражает историю нашего Белая башня на Уралмаши Уже что посмотреть? Такое готическое место Мы можем в музей радио сходить Потом Ну то же самое филармонию У нас очень интересно там Аганина яма То есть Алинии ручьи Что у нас еще такого есть? Хорошего там Ну отправил бы их еще на Чудское озеро Там очень хорошо Новый гость появился у нас в студии Антонина Савилова Участник и тоже организатор Маршрутов путешествий по Екатеринбургу Тони Здравствуйте Я знаю, что вы в основном Если собираетесь вот с такими прогулками То вы по архитектурным маршрутам Вот в этом смысле смотрите на Екатеринбург по-новому Но ведь архитектура Екатеринбург архитектурный Это такая история для студентов Ну едва ли можно представить себе Даже молодежь в каком-то Таком серьезном массовом количестве Которая заинтересуется Екатеринбургом конструктивизма И пойдет маршрут Ну Нет, это, наверное, сложно Не очень сильно распиарено, действительно Для меня-то архитектура Понятно почему Все очевидно, просто я архитектор Поэтому я-то смотрю на город Екатеринбург Прежде всего как на С точки зрения архитектурной Архитектура Она просто доступна В том смысле, что она всегда у тебя под рукой И оказалось бы Не надо заходить ни в музей Не платить за какие-то входы, выходы Ну то есть нужно сесть напротив домика И смотреть на него как на полотно И не знаю, бы течели Да, то есть это бэк-бэк турист Которые просто приезжают с рюкзаками Без денег Какая-то молодежь, какие-то студенты Они просто идут и просто впечатляются городской средой То есть они как бы считывают просто Ну расскажите нам вот так с лету Пару домиков, чтобы мы в выходной пошли Сели вот так на ковричек туристический напротив И впечатлялись Впечатлялись? Да Но на самом деле Чтобы сесть на ковричек и впечатляться Это действительно надо уехать куда-то очень отдаленно Вы знаете, мой любимый объект это Белая башня Потому что мы и занимаемся Кстати, мы провели два субботника И огородили Белую башню забором И в воскресенье у нас день открытых дверей То есть критка открыта Можно зайти на этот аварийный Только что вычищенный силами волонтеров проект Если воскресенье, то Белая башня Если суббота, то Химаш вы любите Что Химаш это? Нет, Химаш На самом деле Можно в любом районе найти интересную архитектуру Это ведь не только исторические объекты То есть у нас есть современные Нам нужны здесь общие фразы Вот вы, пожалуйста, конкретные адреса подумайте А мы сейчас примем звонок Андрей Кон у нас на связи Давайте отправимся в экскурсию по эротическому Екатеринбургу Андрей Здравствуйте Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, про вашу уникальную Про разные экскурсии мы сегодня говорим И маршруты по родному городу Расскажите, что включает в себя маршрут Екатеринбург-эротический? На самом деле этот маршрут имеет три варианта Есть вариант такой самый-самый облегченный Он романтический Есть вариант, где уже какие-то эротические компоненты Эротические истории включаются Есть такой вариант хард, где присутствует в том числе ненормативная лексика Где мы рассказываем про какие-то такие самые неприличные стороны жизни города А, ну то есть это вот как 16 плюс и так далее, да? Да, да, вот как сейчас мы развели, так и у нас присутствует Вот экскурсия длится, ну, примерно где-то 2-3 часа На последний раз у меня было 4 часа Не всю информацию, которую хочется поделиться, успеваешь выложить за определенное время Слушайте, ну вот судя по фотографиям, которые вы нам выслали с маршрута Ощущение, что притянуто за уши Привязали к теме все, что можно было От купидончиков где-то на ограде Ну вот заканчивая фресками на фасадах Ну, в любом случае, если на тематической экскурсии берется определенная плоскость жизни города И с этой плоскости все рассматривается, что в городе происходит и архитектура, и какие-то истории Ну просто, может быть, мало объектов таких наглядных Больше каких-то историй мне приходится рассказывать А расскажите нам историю, пожалуйста Ну вот хотя бы про мужчину на площади, который стоял Про мужчину на площади, про голого Ваньку? Да Мне кажется, вы знаете лучше меня эту историю Был действительно у нас 6-метровый маворный мужчина Он стоял с 1920 по 1926 год 1 мая 1920 года его установили Памятник освобожденному труду, так он назывался в народе Его прозвали голым Ванькой И, в общем, было очень много споров, обсуждений по поводу этой статии Можно сказать, это было тогдашним культурным шоком И по одной из легенд, мы позже эту статую затопили в городском пруду И вроде как Эдуард Аргартович Росель, когда был губернатором Изъявлял желание оттуда поднять эту стацию и куда-нибудь подрузить Но, к сожалению, это так и не произошло И здесь сейчас эта статуя И будет ли наш новый губернатор заниматься, я неизвестно мне Но вам хотелось бы, чтобы статую все-таки нашли Вы сами попыток не предпринимали поискать ее, ну вот как-нибудь, может, сакваланга И очень интересный момент по поводу статий Очень много статий не сохранилось, к сожалению, про которые я рассказываю И я нигде в городе, может быть, ваши телезрители мне подскажут Не нашел обнаженной женской статуи Мужские есть в какой-то степени обнаженности, женских нет И по этому поводу была очень забавная история Я как-то поделился вот этими своими проблемами с экскурсантами И мне одна девушка позвонила и говорит Андрей, 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 я нашла как раз Сексуальную женскую скульптуру Я говорю, где? Она говорит, в областном суде Я говорю, как в областном суде? Что же там такое? Я говорю, вы представляете, там такая дама, у нее Завязаны глаза, в одной руке меч, в другой руке Все это же чисто фадамазов Понятно Спасибо вам большое Ну, вот, интересно было бы, Тоня, вдохновившись Андрей, спасибо вам большое за звонок До свидания Интересно было бы отправиться в такую экскурсию? Ну, ощущение, что действительно как-то это все притянуто за уши И... Ну, по сути, я... К тому и веду, что, по сути, вот у нас мое впечатление, конечно Что все экскурсии и все вот эти вот объекты исторические То, что они их убили, это понятно, да И вот сейчас все экскурсии, они практически вот как раз вот и притягиваются за уши То есть мы, говорим, уже начинаем разбрасываться То есть что-то историческое, уже его практически нет Что-то новое, но оно вот чаще всего тоже какое-то недостроенное Да, мы правильно останавливаемся на тех объектах, которые нам уже вот ясны Это Высоцкий, это там храм на крови Мы даже не вспомнили усадьбу Харитонова, говоря о том, что это, в принципе, исторический объект Хотя это одно из самых красивейших мест вообще города, да Но, тем не менее, даже о нем не вспомнили Не вспомнили Поэтому, говорить о том, что да, у нас есть какие-то маршруты, я бы сказал, что... Мы просто пытаемся, потому что пытаются найти аналогии, да Есть там вещи, на которые сформированы спрос То есть, на самом деле, можно взять даже известные города В них вот сами по себе эти штуки неинтересные Неинтересны только за счет того, что в них вложились, их там раскрутили Они у всех на слуху, да, в какие-то город приезжают, обязательно надо побывать там А у нас просто пытаются сделать по аналогии Пытаются там, ну, та же там красная линия, есть такая же там линия в Перми Да, то есть, ну, там это именно исторический центр, это только... Ну, это совершенно естественно придумать по-настоящему другое Там, во-первых, красная и зеленая линия, а зеленая – это именно исторический центр, а красная – у них по объектам культуры А мы свою линию делали по красной нити, которая в Ганновере, которая объединяет именно исторические архитектурные ценности Ну, я просто... У нас просто даже тумб нету, вот там ты идешь, и ты можешь почитать хотя бы где-то идешь Вы знаете, в нашем проекте всего два года, а сколько линий в Перми вы в курсе? Ну, можно больше, так что... А какое будущее, безусловно, да, какое будущее у красной линии, как ходить по красной линии без, ну, вот, рядышком гида-экскурсовода? Ну, вот смотрите, у нас есть гида-экскурсовода, у нас есть, безусловно, сайт, который доступен практически всегда У нас вышли приложения для мобильных устройств, для айфона и для андроида И у нас вот в этом году появился мобильный гид, который у нас номер телефона нанесен возле объектов, нанесен номер объекта И вы можете прослушать историю объекта, который озвучен известными голосами Бесплатная услуга? Услуга бесплатная для абонентов сотовой связи, который участвовал на проекте, можно озвучить? Понятно И, соответственно, по тарифам остальных операторов, по сути дела Вот, поэтому, пожалуйста, у нас, к сожалению, осталось крайне мало времени Вот какие-то конкретные советы на ближайший выходной? Про архитектуру, что за дома посмотреть, чтобы ах? Чтобы ах? Если это конструктивизм, то это Гинзбург Зайти на дом Помалышева по улице, там его сразу можно увидеть Если это конструктивизм, то городок Чекистов, тоже очень интересный объект Если это теплая погода, то действительно это парк Расторгуева-Харитонова Прекрасные сохранившиеся деревья в парк Павлика Морозова Химаш, где как-то были Химаши? Химаши, 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 замечательный проспект Посмотреть на карте, да, на это солнышко И поблуждать по полу Машу, посмотреть по-другому Можно взглянуть на город По лучикам Да, можно на город взглянуть нестандартно Подходим к главпочтампу и просто идем до, получается, железнодорожного моста И ищем монументальную пропаганду Это такое уникальное явление советского периода То есть у нас главпочтамп, он выполнен в форме трактора И на самом деле его там задача была это пропагандировать как раз достижения в сельском хозяйстве Потом у нас идет уральский рабочий Затем идет городок Чекистов И это все на самом деле можно посмотреть, ну, предварительно почитать А потом найти в них элементы именно пропаганды Потому что вот весь этот центр Самой архитектурой Да, застраивался не просто, как бы, не только как эффективные там какие-то помещения Но и как помещения, которые должны транслировать были там ценности коммунизма Да, а многие люди их не замечают Тогда смотришь, там, трактор, здесь чекисты, здесь у тебя там, ну, дом, фабрика И вот эти вещи начинаешь находить Тогда для тебя объект начинает оживать Ну, когда ты сам в нем начинаешь видеть историю Алексей, ну, ведь квест нам, по сути, сейчас предложили ребята на выходные Поразгадывать в архитектуре У вас есть какое-то свое предложение? Ну, у нас практически каждую субботу, воскресенье или пятницу проходит дозор Поэтому в любом случае можно зарегистрироваться, поучаствовать в ночной игре Побегать с фонариком по ночному городу Помимо подземной реки, что интересное вы открыли? Ой, много чего интересного Это и подвалы, это и бомбоубежище Это какие-то закрытые объекты, которые сейчас открыты, да В которые можно попасть абсолютно случайно Мы как-то проходили даже в свое время под памятником Который стоит прямо над храмом, над кровью Мы могли, когда он был открыт, этот проход, мы проходили практически до храма на крови Там была охрана, то есть странно было, что это все было не закрыто Поэтому я говорю, интересных моментов, которые можно получить в дозоре, конечно, масса Поэтому это может стать хорошей альтернативой каким-то туристическим маршрутам Спасибо вам большое Действительно иногда полезно посмотреть на родной город с новой и неожиданной стороны Открытие на каждом шагу достаточно просто озадачиться и приглядеться Приятных прогулок в выходные Увидимся на ЕТВ До свидания